Ребята, всем привет! С вами снова я, Оля. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Спасибо, что открыли это видео. Сегодня хочу рассказать вам о своем новом аромате, который попал мне в руки совершенно случайно. И уже после того, как я завершила свои поиски ландыша натурального в парфюмерии, у меня был аромат Yardley, Lily of the Valley. И там аромат ландыша был передан очень красиво, но я с этим ароматом рассталась, так как со стороны он звучал все-таки слишком просто. И даже были такие комментарии о том, ну антикомплименты, скажем, этот аромат не нравился мужчинам, этот аромат не нравился женщинам. Мне несколько раз говорили именно вот на него, что пахнет освежителем воздуха. И часто ароматы салифлоры, посвященные одной какой-то ноте, грешат тем, что звучат как освежители воздуха в уборной. Этот парфюм Energizing, называется Energizing Shiseido, я случайно увидела на блошином рынке, здесь в Яфу, вот такой остаток. Ну точнее было чуть больше, потому что я им активно пользуюсь, и скорее всего я и сама этот остаток закончу, наверное, потому что аромат прекрасен. Это аромат 99-го года, вы знаете, на рынке, на блошином рынке вообще часто можно встретить какие-то винтажи интересные, ароматы, которые уже снялись с производства, я так понимаю, это снятость. И, конечно, многие ароматы, которые там продаются, знаете, в остатках они стоят под солнцем, и ноты там биты, и можно уксус добыть, а не аромат, и просто ради флакона могут покупать любители или коллекционеры. Я же, когда увидела этот аромат, я знала, что он существует, знала о его существовании, но никогда не видела его в реалиях, и никогда не вдыхала, соответственно. На картинках, на постерах рекламных видела не один раз, и выглядит он так интересно, да? Различные могут быть ассоциации с этим флаконом, матов такой оранжевый флакончик, но жидкость, уровень жидкости виден. Здесь 100 мл примерно у меня остаточек, треть, наверное, даже уже меньше, но я, когда его увидела, была треть. За символическую, конечно же, стоимость мне его продал мужчина. И что я вам хочу сказать. Аромат 99-го года, это уже, скажем, аромат нулевых, да, вот плюс-минус, вот где-то с года 95-го по 2010-й создавались, я считаю, шедевры. Шедевры и каждый аромат был индивидуален, и каждый аромат был ни на что не похож, ни на какой другой аромат. Сейчас выходят на Ви и Бель и идут к нему, то есть клепают бренды, знаете, направлениями. То есть вот сахарное направление, каждый бренд обязан считать своим долгом выпустить сахарное направление. Раньше вот ароматы делали, раньше, да, вот в эти 15 лет, скажем, с 95-го по 2010-й, каждый аромат был аутентичный, своеобразный, индивидуальный, и не было повторных ароматов, как по мне. Даже одного и того же направления ароматы создавались с разным звучанием, они пахли по-разному и были очень своеобразные и интересные. Этот аромат про ландыш. И вы знаете, это, я хочу сразу вот об этом сказать, что, наверное, это самый красивый и натуральный ландыш, и самое великолепное прочтение на тему ландыша. Настолько красиво здесь обыграна эта нота, здесь не один ландыш, здесь богатая композиция, здесь и гелиотроп, и гвоздика, даже я гвоздику не слышу, и перец в старте, которого я тоже не слышу. Здесь ландыш, жасмин, ирис, гелиотроп, белый мускус, по-моему, и кедр, и что-то еще. Ну вот из тех нот, которые я помню, вот эти ноты, они ландыш проявляют с разных сторон. Здесь от начала и до конца пахнет ландышем аромат, но он по-разному пахнет. Он пахнет очень влажно, как будто вы в лесу утром, и на ландышах еще утренняя роса, они такие влажные, влажная трава, вы вдыхаете. Здесь, знаете, передана атмосфера леса, и именно вот как вы идете по лесу, по траве, и растут ландыши, под ногами у вас ландыши. Очень красивый аромат, очень натуралистичный, при этом он не, скажем, не пахнет как освежитель воздуха, несмотря на солифлорность его. Все же здесь посвящение одной ноте, но она, знаете, здесь вот не пахнет ни жасмином, который заявлен, ни другими нотами. Но все эти ноты, они оттеняют ландыш со всех сторон. Он пахнет и влагой, и лесной влагой, и росой, и самим цветком, вот во всем его проявлении. Вообще цветок ландыша, это мой самый любимый цветок, и по внешнему виду, и по аромату. Я очень люблю ландыши, и здесь также проявлена его, скажем, вот растительная такая сторона, стебель. Если колокольчик этот растереть в руках, вот этот белый, да, пахнет, он очень влажно-зелено так. Аромат очень мягкий и в то же время звонкий, поэтому, наверное, он называется энергайзинг. Вообще я больше предполагаю, что могли бы так пахнуть цитрусовые ароматы, но здесь тоже подходит, я считаю, этому аромату такое название, потому что в нем он звенит, аромат звенит, и он прям вот такой энергичный какой-то, несмотря на свою романтичность ландышевую, на свою вот эту романтическую составляющую, на нежность, на какое-то, скажем, ну цветочное явно направление, да, это часто про романтику. Здесь это все-таки энергично, это звонко, это прям вот колокольчики эти белые, и это аромат, который проявляет себя с разных сторон, сказала уже, он и натурально звучит, и звучит также в какой-то момент, раскрываясь неким мыльным каким-то аспектом, как гелем для душа, то есть это тоже приятно. Вы знаете, он очень хорошо показал себя в жаре, в жару, я его носила и в Хамсин, у нас несколько дней была жарюка 37 градусов, и очень он хорошо себя проявил, потому что аромат влажный, аромат свежий, зеленый, и он не душит было цветочностью, несмотря на то, что ландыш это белые цветы, здесь жасмин и гелиотроп, которые часто придают пудровость ароматам. Этот аромат себя очень красиво проявил, и очень хорошо показал себя с хорошей стороны именно в жаркие дни, когда невыносимая жара, когда нечем дышать, я сейчас его распылю, пожалуй. Я, конечно, носила разные ароматы, но его тоже, и носила его уже не один день, а много дней носила, наверное, в совокупности неделю точно я носила этот аромат, полноценно весь день. аромат, несмотря на то, что флакон, можно сказать, с рынка, да, но он не стоял под солнцем, под навесом был, ну и не знаю, сколько он там продавался у него, но тем не менее, меня поразила красота нот этого парфюма, и ни одна нота здесь не искажена, то есть ни верха не побитый, он не скисся как-то там, он отлично, я не брезгую, знаете, покупать ароматы в таких местах, потому что я не покупаю каждый флакон, да, на блажином рынке, но здесь я увидела, скажем, винтаж, наверное, уже, да, снятость, и почему бы не приобрести флакончик, тем более я, когда вдохнула его, я просто обомлела от его красоты, то, что он так свежо звучит, был жаркий день, когда я его купила, и он очень свежо звучал, прям глоток свежего воздуха был в тот день, ну вот в тот момент, я просто обомлела, поэтому я приняла решение его купить, хотя он незначительную цену стоил, но тем не менее, прокисший парфюм бы я не купила, вот к чему я, да, то есть если какие-то такие бриллиантики попадаются, почему бы не купить в таком месте, вот, аромат, кстати, флакон у него интересный, значит, это крышка пластиковая, очень легкая, и, знаете, сродни тем, тому оформлению, да, как раньше, вот крышечки такие дешевенькие делали, пластиковые в основном, здесь классное распыление, давайте еще раз покажу, прям распыляет достаточно хорошо, и раскручивающийся это флакон, вот так он идет, раскручивающийся, и что еще хочу сказать, то, что аромат по стойкости около, что происходит? аромат по стойкости около 4 часов, у него диффузность первые 2 часа, потом он сидит близко к коже, но, знаете, что хочу сказать, вот, для тех, кто любит винтажные ароматы, для тех, кто любит редкости, снятости, я не скажу, что он стоит того, чтобы за ним прям охотиться, но, если он вам попадется, и обязательно, то есть, если вам предоставится возможность с ним познакомиться, или вы его увидите где-то в продаже, обратите просто на него внимание, по мне, это, наверное, лучший ландыш в ароматах, и он, знаете, такой, достаточно японский по запаху, я не знаю, возможно, у меня ассоциация прямая с брендом, но он какой-то по запаху урбанистический, как будто бы, вот, сказала, да, о гранях ландыша, здесь и натуральность ландышевая, и мыльность, такая шампуневость, и в то же время, вот, как в фантомасе, на сама-то дыня, там, пластиковая, вот здесь этот ландыш так же проявляет себя, как пластиковый, но не тот цветок, который стоит, у бабушки в вазе пластиковые, такие цветы комнатные, неживые, да, это какой-то пластиковый лего, то есть, вот такие, знаете, цветы лего есть, вот какие-то такие мега урбанистические, японские цветы, какой-то японский ландыш, вот такое звучание у него есть, пластиковое, при том современное, вот в нем нет налета ретро, какой-то устарелости, несмотря на то, что это винтаж, стопроцентные ароматы, уже 24 года на минуточку, аромат прекрасен, прекрасен, я не знаю, были ли у них еще какие-либо объемы, кстати, здесь не прописывается, какая концентрация, здесь 100 миллилитров, но я так по тому, как он звучит и держится, думаю, что это туалетная вода, такой вот аромат, приятно его держать в руках, вот этот вот шар, такой матовый, очень приятный, очень красивый аромат, такой свежий, натуральный, влажный ландыш, в общем, этот цветок во всем, во всем его спектре красоты, и в отдушках, и он парфюмерный здесь, и опять-таки повторюсь, какой-то как будто цветок лего, как-то так, я его слышу, вот такой у меня бриллиантик появился в коллекции, я не буду, наверное, с ним расставаться, потому что здесь небольшой остаток, и он хорошо идет в жару, то есть он комфортный абсолютно, я его точно сношу, вот такой малыш, но ничего выдающегося, скажем, да, вот на сегодняшний день в нем нет, то есть переснюхав уже множество ароматов за время моего увлечения, я не скажу, что это шедевр, но, наверное, на тот момент, году в 99-м, это был шедевр, но познакомилась я с ним вот сейчас, в наше время, можно сказать, ему месяц, да, он у меня около месяца, вот такая у меня привычка, не сразу показывать, все, что у меня появляется, у меня есть еще новиночки, о которых я вам расскажу чуть позже, расскажите, кто знаком с этим ароматом, как он вам, возможно, вы раньше, в то время, когда он вышел, да, во времена его популярности им пользовались, а возможно, он у вас сейчас есть, напишите, мне будет очень интересно, на этом я с вами прощаюсь, и на этом все, всем спасибо, и пока,